Студия Варгарта и канал Некрофос представляет Ученица Автор – Аделаида Агурина Озвучил голос канала Некрофос Валерий Равковский специально для города Варгарта То, что мамаша Тихана была не просто искусной вышивальщицей, а колдуньей, все знали В узоры свои вкладывала она магию, привлечь удачу, повысить привлекательность За этим к ней обращались часто, поговаривали, что и злые чары она может навести Но как ни следили за ней жрецы единственного, как ни посылали к ней шпионов, никому не удавалось найти доказательства сей теории Главный жрец храма громые молнии кидал в сторону Тиханы в каждой проповеди Но не мог ничего сделать ей Ибо князь Тори, Арберт Первый, весьма справедливо прозванный своим народом, добрым, хоть и принял новую веру Но остался ревнителем старых богов Потому магов с колдунами строго-настрого трогать запретил Только если они творят преступления, с помощью волшбы своей судить можно Впрочем, поговаривали, что Тихана в любом случае не подсудна Уж больно у нее покровители высокие Это днями в ее ворота все купчихи стучали до мещанки А как темнота на столицу княжества рухнет, так и кареты с гербами останавливались Да даже сама дочь князя, прекрасная Альбертина, говорят, носила вышивку Тиханы на балах Хотя уж ей зачем, непонятно Семнадцатилетняя принцесса была хороша и без любых ритуалов Как будто из сказки вышла Да и любовью народа пользовалась Хотя какая семнадцатилетняя девушка довольна своей внешностью? В общем, так или иначе, жила Тихана спокойно в своем добротном домике на пять комнат Все по необходимости Спальня, ванная, кухня Комната, где людей принимала И одновременно рабочий кабинет, светлый и большой Да, библиотека Еще была комната, где жила Маши Пожилая и одинокая прислуга Только она и допускалась в покой Тихана Вот и все В еде Тихана была умерена В одежде тоже Разве что на книги тратила много Да на красивые каменья Но даже при этом денег получала больше, чем потратить могла Так что, как говорили, складывала их где-то Правда, лишь сумасшедший решился бы ее ограбить Мало ли, что эти колдуны могут А вот учеников или учениц Тихана не брала Как ее не уговаривали Сама Тихана была не то, чтобы стара Всего лишь шестьдесят пятый год пошел Но мастерству ее учиться было долго Знала об этом Тихана Знала и Маши Оно ведь, мастерство-то Тихана Не каждому давалось даже в древнее время Даже тогда мастеров таких было по пальцам Перечесть по всем княжествам А сейчас Тихана, почитай Похоже, последнее осталось Вот и в это осеннее утро начала Маши ворчать снова Сгинет искусство матери нитей, притемной Ромелы Вот как есть сгинет среди людей Ворчала Маши И захочет ли владычица пауков снова его дарить людям? Неизвестно Вон искусство магического придения нитей, что тоже она дала А все кончилось Как умерла артишка красная, так и все Нету Осерчает паучиха Ох, осерчает Да знаю я все Мою душу она и на том свете достанет Если я не найду преемницу Махнула рукой Тихана Но ты же не хуже меня знаешь Знаю Как и то, что ты контракт подписывала Согласие давала Не на передачу дар Нет, такого в контракте не было Понятное дело, что нет Чуть скривила губы Маши Но разве не знала, что дар полагается передавать Что нельзя его в могиле-то хранить Почему притемная тогда не найдет кого-то? Сама Вновь начала Тихана Хотя и знала ответ на вопрос А заключался он в том, что притемная доверила дар ей А значит, она и ответственна за дар Вот только не заглядывала так далеко Когда-то девчонка-подросток Ведомая одновременно злостью Желанием доказать всем, что чего-то стоит До жажды знаний Да и вправду в контракте такого не было Просто гораздо позже узнала Тихана Что даже за гранью находит притемная тех Кто дар ее не передал Это если им все же умереть удастся А не лежать годами в мучениях Но кого найду-то Почти простонала Тихана Можно найти тех, кто согласится знания во зло применять Гораздо меньше тех, кто в добро Можно найти и тех, кто согласится творить добро Чтобы потом иметь возможность во зле взрасти Покочевряжиться вдоволь Но как найти того, кто добровольно согласится творить много лет злые дела Черные, чтобы потом иметь возможность силой своей добро вершить И самое главное Кто согласится за дар Ты же нашлась, перебила ее маши Но это я У меня другой случай был Под небесами ничего нового нет Найди такой же случай Да пыталась я Плохо, значит Да из бродяжек, что по столице шастают Из приюта всяко можно найти талантливую девчонку Что за хлеб мягкий да кровь теплый Что угодно согласится делать Тихана вздохнула Как ей сложно было Через что прошла она Как потом, после выполнения условий контракта Выло, поняв, что сделала Нет, никому такой судьбы не хотела Так что решила она крепко И казалось, это единственное, что о ней верная служанка не знала Но Тихана Но Тихана то ли забыла То ли не подумала о том Что притемная владычица Нити Знает о своих слугах все Даже потаенные мысли И решает в итоге все по-своему Особо у людей не спрашиваясь Много им чести Паучиха говорили Даже на остальных богов Особо внимания не обращает А те ее боятся Разве что Дарта позволяет с ней шутки шутить Но на то он и великий шут Вот и в этот раз вышло все Совсем не потому, как Тихана хотела А получилось так Вместе с мышей они в город вышли Тихана сама решила вышивку занести Да заодно просто прогуляться А машина рынок зашла Когда пришли домой, то удивились сильно Так как за столом сидела девчушка лет тринадцати И перебирала грязными руками нежную вышивку и нити Одета девочка была в лохмотье Лицо грязное Волосы тоже не мыто Шампуня не знала, наверное, с рождения Прекрати, в сердцах крикнула Тихана Не смей нить и трогать обезьяна Я не обезьяна, я сера Обезьяна и есть Маши с удивительным для ее возраста Проворством подскочила к девчушке И схватила ее за ухо, буквально выкручивая Сера попыталась извернуться, но получила пощечину от Маши И перестала сопротивляться, зло оглядываясь вокруг Тихана подошла к столу, разложила правильно нити «Как ты сюда попала-то?» — спросила Тихана И это был хороший вопрос Ведь Тихана защищала свой дом магией «Наверняка, а слабло заклинание?» — пробормотала Маши И отпустила девчонку Та, не удержавшись, полетела на пол «Такого быть не может, еще раз спрашиваю Как ты сюда попала?» — проговорила Тихана вновь «Меня паук привел» «Что?» — рассказывай «А кто?» — девчонка, видать, хотела нахамить Но осеклась, почуяв, что сейчас ни время и ни место Да и люди не те Паук, паучиха красивая, огромная Мне во снах и являлся Говорила, слышала я голос в голове «Сюда прийти» Я внимания не обращала, но она стала мне и днем являться И голос этот в башке постоянно «Не могу ничего делать, только рукой за яблоком потянусь, как она, я и застыну» Чуть не поймали несколько раз «А у нас ведь князь добрый, в тюрьму да на прииске» «А ты не воруй», — сказала Маши «Ага, спасибо за совет, только с голоду подыхать, представь себе, не хочется» «Служи, кто я?» — девчонка рассмеялась «Меня разве что свиньям корм задавать возьмут, уже пробовал, знаете, как там пахнет» Но даже несмотря на запах, толстый боров хозяин решил моим телом не брезговать «Хорошо, еле ноги унесла» «Девчонка прекратила смеяться, и голос ее в конце монолога походил на змеиное шипение» «Угу, так, паучиха тебя, значит, сюда привела» Тихана решила прекратить начинающийся спор «Что же, Маши, проводи ее в ванну, отмой, потом найди и халат, что ли, или еще что, тряпки эти выбрось» «Я не хочу», — взвилась девчонка «Я хочу, чтобы вы мне рассказали, что случилось и как от этого избавиться» «Так я это и сделаю», — спокойно сказала Тихана «Но говорить с грязным, вонючим чучелом у меня, знаешь, нет ни желания, ни сил» «Что?» — девчонка опять взъерепенилась, но снова осеклась, позволив себя увести Тихана была маленькой, так что одежда ее девчонки лишь чуть увелика была Вымытая, с чистыми волосами и в чистой одежде, Сера даже выглядела симпатично Лишь взгляд острый, злой, ну, оно и понятно Отвела ее Маши в теплую кухню после мытья, поставила тарелку с мясным рагу Так Сера съела все и еще и добавки попросила Наглости в ней явно поубавилось после сытного ужина Ну а после сели они вместе с Тиханой у теплого камина Поначалу Тихана молчала Молчала ее гостья Но все же что-то говорить надо было Ничего не попишешь Тихана понимала Выгоняя она эту девушку, притемная еще с десяток приведет Скажи мне, что ты знаешь о древних богах Сера начала Тихана Долго в тот вечер они проговорили Точнее говорила в основном Тихана, а Сера слушала Сначала недоверчиво, а потом все более и более внимательно Тихана же рассказывала ей о древних, о том, что никуда они не ушли и не собираются Рассказала она истории и о силе их И особо рассказала о притемной паучихе Властительнице нитей Выглядеть она может либо как и юная девушка Почти девочка с темными волосами и черными глазами Глядя в которые, не скажешь, где начинается зрачок А где заканчивается радужка Впрочем, даже из божеств мало кто решается глядеть ей прямо в глаза долго А может и как огромный паук Черный с синими блестящими полосами И будто звездное небо рассыпано по спине Рассказала Тихана и о магии паучихе Дает она много, но много и требует Все слухи про меня правдивы Я действительно могу и удачу привлечь И деньги, и все это с помощью вышивки Беду отвезти, вылечить Но могу и убить Все наоборот сделать Приворожить или волю уничтожить Только этим не занимаюсь Вы добрая колдунья, полусаркастически заметила Сера Не в этом дело Зло я творила Много грехов уже на моей душе Потом покаялась, опять прервала Сера Маши, сидящая в уголке, хмыкнула недобро Но Тиханка на хамство и внимания не обратила Нет, паучиха дает силу и знания Но тот, кто принимает их, должен много лет творить зло Отягощая свою душу на потребу притемной А потом от зла отойти совсем Перебить? Нет, улыбнулась Тихана невесело За добро воздается душе Но и за зло тоже Таков закон А еще один закон Добрые дела не отменяют злые А злые не отменяют добро За все придется платить по счету Там, за порогом Или в следующей жизни Но если притемная ваша так любит зло То зачем или как Я полагаю, просто ей нравится такая игра с человеком Хочешь силы, получи Но вот с таким условием А что она там сама любит Кто ж знает Согласно легендам, нельзя сказать Что она чисто одну из сил воплощает Такое никому из древних вообще не свойственно Понятно, проговорила Сера Ну что же Я согласна На что? На учебу, конечно Я не люблю людей Но и ненависти к ним не испытываю Мне вообще все равно на их жизни Но кусок хлеба Да еще и почет со страхом меня тронуть Это другое дело Ты недослушала Есть еще одно условие Прежде чем стать настоящей служанкой нитей Послушница должна принести в жертву Самого дорогого ей человека Если он есть Такая вот оговорка в контракте Но ведь у каждого он есть У меня нет дорогих мне людей И недорогих тоже Я же сказал Мне наплевать на людей Совершенно Тихана впервые за много месяцев Искренне улыбнулась Девчонка-то дерзкая и острая Сердце ее окаменело чуть ли не с рождения И с каждым годом Новый слой камня прибавлялся Как слой перламутра на жемчужине Неужели повезло и действительно Это и есть то самое удивительное Про что говорится в контракте с предтемной Что же Тебя привела паучиха И не мне с ней спорить Но сегодня уже спать нужно А завтра посмотрим Так и осталась Сера в доме Тихана На удивление смышленая оказалась Все перенимала Но была все так же холодна Что впрочем радовало Тихану Она тоже старалась отстраненно девочку учить Сложно ей было Но потом вспомнила она ту Тихану Из прошлого Девушку с совершенно ледяным сердцем Когда оно изменилось Иногда Тихана даже покрикивала на ученицу Хотя девчонка все схватывала быстро К удовольствию старой колдуни Сера на обидные слова до покрики Реагировала не криками в ответ И не разочарованием А лишь зло губы кусала И старалась еще больше На зло и себе И учительнице Тихана же радовалась Каждому успеху И немного даже успокоилась Никого не было у Серы А Тихана для нее родной не стала Наверное и не стала бы Даже если бы совсем добром относилась Слишком уж много в Сере Недоверия к людям было Тихана не спрашивала Что привело к тому Но понимала Просто то, что девушка бродяжкой была Это лишь маленькая крупинка В целой горсти песка Что окружили ее сердце И окаменели Так прошло несколько лет И по столице А потом по всему княжеству Начались разговоры О некой колдунье Что могла и приворожить И порчу навести Жрецы единственного Сразу активизировались Только никого Найти так и не смогли Тихана радовалась Успехам Серы Только не показывала Впрочем, все же удивительно Было ей С каким удовольствием Творит девушка зло Неужели тебе это нравится? Спросила она однажды После того, как порчу Сера На смерть Навела На одну даму при дворе По навету Другой дамы Чтобы той достался Мужчина За которого Обе спорили А почему нет? Даже не зло А равнодушно Сказала Сера Деньги платят А мне на их жизни Совершенно все равно Пользы не больше Чем от тараканов Раньше такие, как они Меня и кнутом Могли огреть Приказать И в темницу заточить Ну а теперь Теперь сама видела Как эта гордая Мадам унижалась Это передо мной Простой нищенкой Которую, встретя раньше Просто бы приказала Кучеру кнутом забить Если бы посмела Что вякнуть Тихана хмыкнула В княжество это Она приехала уже тогда Когда срок зла Ее по контракту Исчерпан был И почему-то казалось ей Что люди тут иные Но вот удивительно Какие же Вот вчера прям Соседка Тира Такая вся любезная Милая, как казалось Хохотушка Заплатила, чтобы Извести свою невестку Не нравилось ей Видишь ли Что теперь сын Не все деньги Матери отдает Видать, хочет Притемная Сказать Что грязи В людях много И везде так Тогда Зачем Все же Помогает им Зачем Потом Требует Много лет Добра Впрочем Даже самым Преданным Служителям Не в силах Проникнуть В замыслы Божества Маши Маши уже Почти ничего Не видела Еле-еле Передвигалась По дому Теперь уже За ней Самой Уход Нужен был И тут Сера Впервые Поразила Тихану Маши Здесь останется Наймем ей Сиделку Если нужно Да я И не думала Иначе Искренне Ответила Тихана А потом Вдруг Охнула Не мечтай Мотнула Головой Сера Это всего Лишь Мой долг Ничего Кроме Долга Я к вам Не чувствую Так что Тебя убивать За дар Не буду Я не о себе Беспокоюсь Покачала Тихана Головой Знаю Но не стоит Мне нравится Мой дар Мне нравится Осознавать Что в любой Момент Жизнь Каждой Твари Двуногой Из тех Что или гнали Или издевались Надо мной Может оборваться Из-за моей руки Или мысли И Я уважаю тебя Но ты Не родная Мне Ни по уму Ни по духу А если Стану Вдруг Ты о таком Не думала Думала Но я Свободна А значит Если не понравится Мне что К черным Кордам Это дар Но уж Пока Я Покачуряжусь Так Прошло Еще Несколько Лет Сера Выросла В красивую Девушку Но Глаза Ее По-прежнему Дарили Окружающим Лишь Ледяные Взгляды Между Тем Тихана Должна Была Признать Что Пора Отпускать Ученицу А следовательно Пришло Время Контракта При темной А после этого Как решили Тихана И Сера Девушка Должна Была Покинуть Княжество И попутешествовать Теперь уже Не как Бродяжка Сера Скопила Достаточно Для хорошей жизни И была Уверена Скопит Еще Больше И так После долгой Медитации Предликом При темной Тихана Выбрала Ночь Ритуала Ночь Когда Сера И Паучиха Встретятся Лицом К лицу И Подпишут Контракт В ту самую Ночь Весеннего Равноденствия Тихана Расставила Зеркала И Зажгла Свечи Только Через Зеркала И Является При темной Устала Старая Колдунья Даже Сама Не ожидала Что Сие Действие На время Лишит Ее Силы Хотя Потом И Вспомнила Что Это Тоже Оговаривалось Между Ней Богиней И Уж Скоро Должен Был Совершиться Ритуал Но Случилось Нечто Чего Не Ждала Тихана В Десять Вечера Постучали К ней Представители Верховной Стражи Вместе С Жрецами И Увели Тихану По Обвинению В Порче И Злом Колдовстве Но Ненадолго Уже Скоро Вернулась Тихана К своему Удивлению И Удивлению Маши Был Час Ночи Время Ритуала Прошло Но Это Сейчас Уже Никого Не Волновало Шепотом Рассказала Тихана Маши О том Что Ничего Делать Не Могла Для Своей Защиты Вся Сила Была Отдана Будущему Ритуалу Только Словами И Могла Оправдываться Перед Верховным Жрецом Который Ее Допрашивал И От Которого Зависела Судьба Тихана Открыть Им Серу Она Не Могла Тогда Бы Просто Им Бы Обеим Грозили Пытки И Мучительная Смерть И Когда Тихана Была Готова Уже К Обвинение Видение Приоткрыло Ей Что Опутывают Сознание Жреца Нити Темные Столь Ей Знакомые И Случилось То Что Случилось Верховный Жрец Во Всеуслышание Объявил Что Нет Претензий К Тихане Которая Никогда Зла Не Творила Да Еще И Отчитал Кого То Согнувшегося В тенях В три погибели Что Вместо Того Чтобы Наветы На честную Лекарку Наводить Нужно Настоящую Ведьму Искать Может Ты Бессознательно Колдовала Спросила Маши Нет Я Просто Не могла А сил Не было Это Я Сделала Сера Вышла Из комнаты А я Думала Ты Спать Олегла Проворчала Маши Пошла Ведь уже И ты Могла Почти Вскрикнула Сера А потом Уже Спокойно Сказала Ну да Похоже Я еще И актриса Хорошая Ты Начала Белотихана Неужели Ты думал Что Обретя силу И знания Не увижу Как ты Ко мне Относишься Да Я По-прежнему Считаю Что Большинство Людей Просто Насекомые Тупые Жестокие Недостойные Того Что имеют Но Это Не все Я Нет Это Не любовь Конечно Но Ты Сера Села На креслах Не в силах Объяснить Что чувствует Девочка Произнесла Тихана Ведь Ты Понимаешь Что Должно Теперь Сделать Сера Подняла На Учительницу Полные Слез Глаза Впервые За все Эти Годы В ее Глазах Тихана Увидел Слезы Я Не буду Тебя Убивать Я Отказалась От силы Сначала Взмолилась К притемной Она начала Говорить О контракте Тогда Я ответила Что пусть Сначала Покажет Какой силой Я буду Обладать Стоит Ли Оно Того И Притемная Не убила Тебя Сразу Сама Удивилась Невесело Улыбнулась Сера Она Думала Две Минуты Очень Длинные Две Минуты А потом Согласилась Помочь Я Видела Этого Надутого Петуха Который Тебя Спрашивала И Шпиона Его Видела В тенях Ну Тому Еще Не поздоровится Хороший подарок Оставила Теперь У него Ни в чем Удачи Не будет А жрец Но теперь Ты Ничего После всего Я Отказалась От контракта Сера Дала Понимал Это Это Бесполезно Уходи Я Дам Тебе Самые Сильные Талисманы Иди На север В Княжество Ареста Там В Храме Бога Шута Сына Хаоса Дарта Ты Может Найдешь Помощь Дарта И Паучиха Терпеть Друг Друга Не Могут Если Кто И Сможет Спасти Тебя От Ее Гнева Так Как это Он Сера Хотела Было Взразить В своей Обычной Манере Что Сама Решит Все Но Не Стала Лишь Опустила Голову В Благодарность Как Только Ворота Открылись Первым же Кто Буквально Вылетел На Вороном Коней Из Ворот Был Тонкий Молодой Судя По всему Всадник Который Пустив Коня В Голоб Направился На Север Стражники Еще Посмеялись Вот Как Пустился Словно Черти Ада Гонится За Бедолагой Впрочем В какой-то Степени Они Были Правы Автор Автор Аделейда Огурина Озвучил Голос Канала Некрофос Валерий Равковский Специальный Только Для Города Варгарта Больше Года Мы Готовили Для вас Наше Тайное Сообщество Благодаря Которому Вы Сможете Слушать Лучшее Влюбимое Озвучка А мы Не только Находить Возможность Оплачивать Гонорары Самым Крутым Автором Ютюба Но и Стать С вами Намного Ближе И Вознаградить Вас Действительно Особенно И Тепло Долгожданное Продолжение Ведьминого Шабаша Новый Ведьма Клим Эксклюзивный Сериал От Васи Кораблева Русальная Ночь Новая Книга От Создателя Ведьмака Клима Темный Попутчик Еще Нигде Не Озвученная Книга Влада Райбера Шаман Наших Дней И Еще Уйма Долгожданных Эксклюзивов Которых Этой Осенью Не Услышать Нигде Даже В Ютьюбе Но Которые Сможете Услышать Только Вы Самые Лучшие Авторы Моран Джурич Василий Кораблев Юлия Скоркина Тьерри Рауш Влад Райбер Адела Агурина Александр Рубцов Роман Башаев Рорах Ульяна Лобаева Евгений Чеширко И множество Иных Предоставили Или написали Специально Для наших Зрителей Совершенно Новые Жутко Захватывающие Истории Которые Вы можете Прослушать Только В нашем Тайном Городе Варгарта А для тех Кто ожидал Моих Совместных Работ То у меня И для вас Хорошие Новости Там же И только Там уже Есть И будут Новые Истории И сериалы Озвученные Совместно С моими Друзьями И коллегами Только Вы сможете Услышать Ансамбль Голосов От меня И СМС Нервоза Бельфигора Лимба И Даже Кота Бегемота Ну а теперь К чему-то Действительно Особенному Я разработал Для вас Секретное Приложение Нечто Вроде Ключей От города Которое Открывает Вам Тайные Улицы С подарками И Теперь Ты сможешь Получать От меня Аудио Открытки Каждое Утро В своем Смартфоне Озвучить Со мной Персонажи Истории Провести Со мной Стрим Для всех Зрителей Ютуба Созвониться Со мной По видеосвязи Познакомиться Поближе И поболтать За жизнь Ты сможешь Выбрать Тему Новых Рассказов Или даже Сам Станешь Прототипом Персонажа И да Мы Напишем И озвучим Историю Про тебя Ну и Конечно же Слушай Без рекламы Интернета Весь архив Озвучек В аудио Формате Всех Существующих И Всех Новых Еще До Их Появления На Ютубе Но И Это Еще Не Все Особая Долгожданная Для многих Приятность Которая Была Невозможна На Ютуб Канале Но Осуществилась Варгарте Ты Услышишь Моим Голосом Не Только Страшные Истории Но И Множество Иных Жанров От Детективов До Мелодрам От Научпопа До Сказок Для Детей И Стихотворений То Что Нигде Больше Не Найти Кроме Как В нашем Закрытом Городе Варгарте Так Что Выбирай Хороший Кем Ты Будешь В нашем Городе Жителем Воином Хранителем Или Представителем Семьи Варгартерионов Получай Ключи От Своих Улиц И Отправляйся В путешествие Изучать Все его Тайные Закоулки Хранящие Неожиданные И Приятные Сюрпризы Для Первой Сотни Новых Жителей Города Я разыграю В прямом Эфире Подарки От наших Жрецов Ужаса И торговцев Города Так что Откладывать Ни к чему Тем более Что каждый Из вас Подписавшись Не только Получает Столько Вкусностей Но и Правда Помогает Мне Приобретать Лучшие Истории У лучших Авторов И поделиться Ими с вами Вашей Любимой Озвучкой Вот К примеру Ведьмин Шабаш 2 И новая Серия Ведьмака Клима Прямо Сейчас Уже Ждут Момента Попасть В ваши Наушники И сердца Ссылка На доступ В закрепленном Комментарии И Спасибо Господа Вам За то Что Вы Есть Все эти Три Года Или Кто-то Всего Пару Недель Но Благодаря Вам Я могу Создавать Для вас Нечто Надеюсь Уникальное И открывать При этом Своё Сердце Чему-то Новому Укрываясь От отчаяния Имея Такой Парус Как Вы И ваша Поддержка Да Пребудет И попутный Ветер С нами Хороший И даже Если Все Маяки Разбомбят Мы По звездам Найдем Путь К семье И покою Лишь Бы Знать Что Ты Не Один Спасибо Вам Что Я Не Один Надеюсь И мой Голос Почти Каждый Вечер Перед Сном И Сотни Других Наших Слушателей Собирающихся Как У Костра Послушать Вечером Истории Дарят Вам История Опоры В этот Беснующийся Час И Именно Поэтому Я Не Говорю Что Якобы Ухожу С Ютюба И Не Пугаю Закрытием Канала И Так Далее Нет Хорошие Я По Прежнему С вами И Здесь В Ютюбе А Для Тех Кто Хочет Собираться У Нашего Костра Чуть Поближе И Согреваться Чаще И Уютнее Разгадывая На небе Созвездия Новых Удивительных Сюжетов Жду Вас В нашем Городе Варгарте Спасибо И Как Всегда Надеюсь Совсем Скоро Снова Услышимся Субтитры Редактор субтитров